Привет! Во всех частях Sims есть транспорт. Индивидуальный, специального пользования, водный, воздушный, верховой, трубопроводный, внеуличный, магический и внеземной. Мне есть чем вас удивить. В Sims 1 игроку не предоставляется управление транспортными средствами. Наши симы всегда будут пассажирами. За работающим симом приезжает машина за один час до начала рабочего дня и привозит по его окончанию. Состояние и внешний вид данного транспорта зависят от должности. Чем выше должность, тем дороже машина. Также для разной карьеры приезжает совершенно другой вид транспорта. Я создала семью из восьми симов, устроила их на работу и заметила, что трех симов увозит на работу всего одна машина, а привозит домой три машины. Интересно, что машина не может переехать сима или домашнего питомца. Она будет долго и назойливо сигналить, чтобы прогнать с дороги. То же самое касается и других транспортных средств, которые мешают на дороге. Поэтому в Sims 1 возможны пробки. Если проводить время на общественных участках, то можно заметить, как по дороге периодически ездят разные машины. В Sims 1 нет пожарных машин. Если на участке случается пожар, прибегает пожарный. То же касается и вызова полиции. При вызове или ограблении на участок придет полицейский пешком. То есть все спецслужбы не имеют транспорта, передвигаются только на своих двух. Но все же можно заметить проезжающие полицейские машины на общественных участках. Чтобы отправиться на другие общественные участки, необходимо воспользоваться телефоном. Рассмотрим транспорт каждого городка более детально. Поездка в Old Town или Старый город бесплатна. За вами приезжает шаттл-баз или маршрутный автобус. Отправляясь на другие участки, курсор меняется на вид того транспортного средства, которое везет вашего СИМа. Загрузочные страницы также меняются. В Старом городе курсирует только маршрутный автобус. Других транспортных средств я не встретила. Стоит отметить, что проезжающие автобусы не активные. Чтобы отправиться домой или на другой участок, вам необходимо воспользоваться телефонной будкой. Поездка в Даунтаун или Центр обойдется в 50 симолеонов. Если захотите поехать в другое место, будьте добры заплатить еще 50, но вызов такси на обратный путь домой бесплатный. При перемещении в Центре курсор меняет свой вид на такси. Загрузочный экран тоже отличается. На дорогах в Центрах проезжают уже знакомые нам машины. В качестве бутафории можно увидеть бульдозер, самосвал и экскаватор. Поездка в Студио Таун или Киногородок стоит 50 симолеонов. За симом приезжает автобус в бело-оранжевую полосочку и увозит в городок киноиндустрии. В качестве бутафории можно увидеть автобан с пробками, парковку с легковыми машинами и автобусами, и трейлер-парк для звезд. Курсор и загрузочный экран также уникальны. К проезжающим машинам на общественных участках Студио Таун прибавились бело-оранжевые автобусы и лимузины разных раскрасок. Если вы устали от повседневности, всегда можно уехать в отпуск за 500 симолеонов. За вами приедет большая машина с дополнительными чемоданами на крыше и сноубордами в багажнике. Загрузочный экран и курсор имеют свой стиль. На карте отпускного городка можно увидеть круизный лайнер. Судя по загрузочному экрану, можно подумать, что машина доставила нас в порт на круизный лайнер, который прибыл вместо отдыха и наслаждения. Путешествия между общественными участками бесплатные, и на загрузочном экране вместо лайнера мы уже увидим большую машину. По дороге проезжают только джипы, синие и белые Тойоты. Поездка в город магии стоит 50 симолеонов, но также есть не совсем стандартный способ оказаться там. Это нора, возможно кроличья. Отсылка на Алису в Стране Чудес. Ее можно получить в коробке начинающего фокусника, когда вы в первый раз заходите в новую семью. Прыжок в нору моментально и бесплатно перенесет вас в магический городок. Даже курсор изменится. Мелочь, а приятно. Поездка в город магии происходит на дирижабле. Очень похож на стиль стимпанк. Анимация этого дирижабля уникальна. Он действительно взлетает. В мире магии также свой уникальный курсор и загрузочный экран. Также можно наблюдать за дирижаблем, который кружит над общественными участками. Стоит отметить, что путешествие на дирижабле в магическом городе бесплатно, в отличие от наземного такси. Кстати, есть еще монорельс, как и аттракцион, который пытается убить или запугать вашего сима. Я немного увлеклась в городке магии и заработала магические копеечки. И купила дом в этом городке. Остальные транспортные средства приезжают, как обычно. Я сделала сравнение машин в Sims и реальных машин. Предлагаю вам видео поставить на паузу, чтобы рассмотреть детальнее. Во второй части разработчики постарались. И теперь наши симы могут владеть и управлять личным транспортом. Чтобы стать счастливым владельцем авто, достаточно купить парковочное место в режиме строительства. На выбор нам предоставлены машины из реальной жизни и их прототипы из Sims 2. У каждой машины есть свои характеристики. Но это не количество лошадиных сил или объем двигателя. Это уровень комфорта, досуга и бодрости. Для каждой машины есть раскраски на любой вкус. У машины может быть владелец. На ней можно покататься, посидеть, установить сигнализацию и покинуть участок. Сидящие в машине симы могут включить стереосистему, фары и просто общаться. Если в машине включена стереосистема, симы снаружи смогут танцевать. А если выйти с машины, то музыка будет и дальше играть. Также они могут долго искать ключи в машине, раскачивая ее. Вы можете купить старую колымагу. Это не совсем машина, а скорее набор для сборки. Вам придется отремонтировать двигатель и привести в порядок лакокрасочное покрытие. Если у вашего сима хватило терпения починить машину, то вы станете счастливым владельцем машины. Теперь возможности симы расширяются. Можно купить вертолет. Функции остаются прежними, что и с обычной машиной. За работающим симом приезжает машина. Статус машины определяется занимаемой должностью и сферой работы. А школьников, как и полагается, забирают школьный автобус. Но родитель может отвезти свое чадо в школу на личном транспорте. Также в игре есть машины NPC, которыми мы никогда не сможем завладеть. Приведу наглядные примеры. Работая в военной сфере, за симом приезжает военная машина. В медицине машина скорой помощи. Дезинсекторы и служба доставки продуктов приезжают на своих фургончиках. Служба доставки китайской еды и пиццы на старенькой маленькой машине. Мастер и садовник на пикапе. Няня, дрессировщик. Служба усыновления детей на вместительной машине. Если подросток сговорится с другом сбежать с дому в полночь, то его друг может приехать на лимузине. Также нам доступны экстренные службы. Пожарная часть и полицейский участок. У пожарных типичная машина с мигалками, лестницей и системой управления подачей воды. Полицейская машина также с мигалками, с соответствующим звуковым сигналом. И задний ряд сидений огорожден решеткой. Стоит отметить, что во второй части экстренные службы приезжают намного быстрее, чем в первой. Наверное, наличие транспортных средств все же решает. На желтом такси можно отправиться на общественные участки текущего городка. Или в другие городки, такие как торжок или центр. Такая услуга бесплатна, как и поездки на другие общественные участки. Можно заказать путешествие, если вы захотите отправиться сию секунду. Это будет стоить 500 симолеонов. С каждым отложенным днем вы сможете сэкономить несколько десятков симолеонов. В отпускных городках такси имеет свою особую раскраску. На острове Твики и Озерный край вас отвезет зеленое такси. А в деревню Такимитсу темно-красное. Желтое такси вас будет возить бесплатно на другие участки в течение вашего отпуска. Вы можете заказать различные экскурсии. И за Симом в Приозерном крае будет приезжать только фиолетовый бусик. На острове Твики тот же бусик и вертолет. В деревне Такимитсу вертолет, автобус и бусик. Можно отметить, что еще в качестве транспортного средства используется летающая тарелка. Или втык, которые любят ломаться. Вы можете повстречать ведьм. Для них метла – это самое главное транспортное средство. Если у вас есть дополнение бизнес, вы можете создать автосалон. Не могу умолчать о следующих деталях, которые я нашла. Когда машина начинает трогаться, можно заметить клевок машины в начале движения. Сим-водитель будет бить по рулю, чтобы поторопить клиента. Садясь в транспорт, Сим откроет дверь и залезет в машину. После установки сигнализации, Сим будет доставать пульт от телевизора и выключать сигнализацию перед поездкой. И включать после. Владельцам машины много-минима не всегда удается закрыть дверь с первого раза. Машины в Симс 2, так же как и в Симс 1, безразмерные. И могут в двуместной машине перевозить 8 Симов. Симы-пассажиры всегда садятся в машину со стороны обочины. Перемещаясь по участкам, можно заметить отображение используемого транспортного средства. Дети могут сидеть в машине и вертолете. Интересно, что при заезде на парковочное место колеса крутятся, но руль статичный. Тоддлеры не могут путешествовать по городку вместе с взрослыми, перемещаясь на личном транспорте на общественные участки. Местом остановки автомобиля или вертолета будет проезжая дорога. У вертолета можно рассмотреть постепенное раскручивание пропеллера. В режиме украшения городка можно добавить небольшой участок с автохламом, железную дорогу, монорельсовую дорогу, самолеты, аэростат. Вертолет, дельтаплан, гондолы, яхту и разбившееся НЛО. По городской дороге можно проследить за машинами. Конечно же логики в их маршруте я не нашла. В Sims 3 представлен ну очень большой модельный ряд совершенно разных машин. От легковых до грузовых, от раритетных до футуристичных, от медленных до суперскоростных. Предлагаю вам поставить видео на паузу и ознакомиться. В отличие от второй части, в Sims 3 у каждой машины есть всего одна характеристика – это скорость. Чем выше скорость, тем быстрее сим попадет в пункт назначения. Анимации посадки в машину нет. Сим достает воображаемые ключи, открывает машину и телепортируется на место водителя. У машин также разные звуки. Прислушайтесь. Можно заметить, что колеса вращаются, но руль не крутится. У футуристичных машин звук другой. Автомобиль можно хранить на парковочном месте или в багаже Сима. На машине можно отправиться на общественный участок или за покупками. Если полетать свободной камерой, в салоне легковых авто увидим руль, приборку, магнитолу. У футуристичных машин салон одинаковый и ничем не отличается. После езды на новой машине у Сима появляется мудлет – запах новой машины. Отсутствие личного авто не означает, что Сим будет ходить пешком. На дальнее расстояние он будет пользоваться услугами такси, которые бесплатны. А дети будут перемещаться на велосипеде. Подростков и детей отвезет в школу желтый автобус. Автомобиль – это не единственное транспортное средство, которым может владеть Сим. Для покупки доступны детские и взрослые велосипеды, для которых нужна отдельная подставка. На велосипеде Сим крутит педали, а в темное время включается фара и фонарь. В качестве прочего транспорта числятся мотороллер и три мотоцикла, которые можно усовершенствовать. Отладить выхлоп. Я не пожалела, 500 Симолеонов и звук мотоцикла стал лучше. Бунтарь будет вне себя от счастья каждый раз, когда будет ездить на мотоцикле. Положения Сима на мотоцикле и на мотороллере отличаются. Самых маленьких Симов можно перевозить в детских колясках. Из необычного транспорта есть метла со своим уникальным звуком и выхлопом. Перемещение будет не по воздуху, а по дороге. Также есть волшебный портал – летательный атомно-молекулярный аппарат. Такой портал сможет перенести Сима на участок, где располагается такой же портал. Сим-автолюбитель сможет выбрать название для авто и быстрее улучшит отношения с автомобилем. Сим-3 имеет большой открытый мир, поэтому перемещаться можно не только по суше, но и по воде. Можно приобрести доску, водный велосипед, лодку, водный мотоцикл, парусную яхту и катера. Хранение водного транспорта требует или швартовую утку, или тумбу, если ваш участок имеет выход в океан. Но если Сим живет далеко от воды, можно приобрести прицеп для перевозки водного транспорта. Он будет служить парковочным местом на суше. Анимации движения водного транспорта круто сделаны. Если у вас есть быстроходный катер и два свободных Сима, можно покататься на водных лыжах. Еще более интересным способом перемещения есть плавучий дом. Чтобы его переместить, необходимо встать за штурвал. Таким образом, можно качевать с одного порта в другой. Если у Сима нет личного водного транспорта, он может воспользоваться услугами водного такси. Совершенно бесплатно. Такси появляется и исчезает в одно мгновение. Стекла имеют лимузинное тонирование, поэтому водителя вы не увидите. В категории велосипеды можно найти мотоциклы на воздушной подушке. Для взрослых и не очень. Если надоело ходить пешком, можно воспользоваться летающей доской. И заменить ходьбу на полет. Для остроты ощущений предлагаю воспользоваться реактивным ранцем, который моментально перенесет Сима в нужное место. Еще к передовым технологиям можно отнести портал времени и гравилифт. В Sims 3 есть лифты, в которых можно перемещаться на этажи и искать потерянные ключи. В городке можно встретить дикую лошадь или купить ее в международном конном центре. Если завести дружбу с инопланетянином, можно обзавестись его летающей тарелкой, которая обладает суперскоростью, может похищать Симов и менять погоду. У летающей тарелки свой звук ключей и работы. Машины пожарного отделения и полицейские не особо чем-то отличаются от Sims 2. Транспортные средства других служб не отличаются. Доставка пиццы и горничная. Самая дешевая машина. Фокусник, акробат и певец пользуются обычным седаном. У мастера довольно интересный пикап с лестницей, трубами, граблями, деревянными досками и канистрами. Еще в Sims 3 есть множество лицензионных авто. Интересно, что Симы при перемещении на авто будут занимать все свободные сидения. Одноместная машина может вмещать 8 Симов. Младенцев можно перевозить на руках в транспорте. На катере можно плыть 4 Симом. Если их количество будет больше, будет вызвано водное такси. Если парусник будет находиться на прицепе, его мачта будет сложена. Подростков можно обучить вождению авто. Подросток за рулем будет ускоряться и резко тормозить. Уровень досуга будет падать из-за стресса. Став начальником пожарной станции, в качестве награды Симу предоставляется пожарная машина. Став лейтенантом в карьере охраны порядка, получите в личное распоряжение полицейскую машину. Частный сыщик получит автомобиль уловка, актер, трейлер, няня, фургончик. Имея 45 тысяч баллов счастья, можно приобрести автомобиль все путем, который повышает все потребности до максимума. Существует также другой транспорт, который никогда не станет нашим владением. Лимузин, грузовик налоговой службы, фургон с животными. Левые фары колымаги не светятся. Наверное, это намеренный шаг показать, что авто поддержанное. В названии VFN Компенсатор присутствует отсылка к различным автомобильным компаниям. Компенсатор – это отсылка на компрессор. Маркетинговое название – Mercedes-Benz для двигателей с надувом. А VFN – это отсылка к BMW. В Sims 3 много платного контента, в том числе и транспортных средств. Я выбрала самое интересное, по моему мнению. Ford Focus, Renault Fluence, Toyota Prius, Hybrid, Renault Twizy. Наличие одной такой малютки на участке уменьшает счета на 0,05%. Ремонт классической машины. Но в тройке симы не могут одновременно заниматься ремонтом машины. Воздушный шар, на котором можно полететь на другой участок, осматривать достопримечательности, выпить или сделать предложение второй половинки. И аттракцион с тележкой. В режиме изменения городка мы не найдем функциональные транспортные объекты, как это было в Sims 2. В качестве декора можно использовать сломанный вагончик, разбитую машину, повозку, ржавый трактор и крытый фургон. Путешествуя по разным городам Sims 3, можно заметить такси, перемещение других их жителей на их личном транспорте, фургон с мороженым и едой, парусники, аэростаты, космическую ракету, функциональную подземку с девятью станциями, остатки железной дороги и вагончик, переоборудованный в закусочную, и цыганский фургончик, в котором можно получить предсказания и искать ключи с партнером. Ах, Sims 4. Думаю, у всех игроков были большие надежды на транспорт после такого разнообразия в Sims 3. Но, увы, разработчики сделали загрузочные экраны с советами, не повторили анимации поездки на авто, как это было в Sims 2. Что уж говорить, даже рабочий транспорт не приедет за Симом, как это было в Sims 1. На работу и в школу Симы телепортируются на молекулярном уровне. В режиме строительства мы все же найдем вкладку «Транспорт». Выбора немного. Взрослые и детские велосипеды, причал и лестница для открытых вод, каноэ и водный мотоцикл, лыжи и сноуборд для маленьких и взрослых. Рассмотрим немного подробнее. Взрослый Сим может положить в багажник свой велосипед, дать ему другое название, назначить приоритетным велосипедом. На случай, если их много, кататься по району, сесть и отправиться на другой участок. При посадке на велосипед Сим надевает шлем. В темное время суток включаются фара и фонарь. Но не на всех. Во время катания на велосипеде будет увеличиваться навык фитнеса и появится соответствующий мудлет. За время катания на велосипеде Сим ни разу не упал. Его маршрут – это стандартная траектория движения ходьбы Симов по району. Симы не устают от катания на велосипеде. Таким образом, нет физических перегрузок. Поэтому можно легко прокачать навык фитнеса. Я сделала небольшой эксперимент. Установила физические параметры своего Сима на минимум и прокачала уровень фитнеса до пятого. В итоге параметры не изменились. Детей можно обучить езде на велосипеде. Ребенок будет изо всех сил стараться держаться на велике, пока родитель кричит своего поддержки. Как только ребенок освоит езду на велосипеде, он сможет кататься по району и делать трюки. Лестница для открытых вод может располагаться только на открытой воде. С ее помощью можно спуститься, взобраться, прыгнуть вниз и сделать прыжок ласточкой или бомбочкой. Еще я нашла интересный баг. Лестница с причалом и без отличаются только количеством занимаемых клеточек. Причал – это не место для парковки вашего водного транспорта, как вы могли предположить. Каноэ или водный мотоцикл не стыкуются с причалом, как это было в Sims 3. Каноэ может храниться на суше, в воде и даже в помещении. У каноэ сложен парус и используются подставки при нахождении на суше. На нем можно плавать, расслабляться, отправиться на рыбалку, использовать цветочный парус. Покидая каноэ, Sim телепортируется в воду. Водный мотоцикл, как и каноэ, может находиться и на воде, и на суше. На нем можно кататься и добавлять различные аксессуары, такие как освещение, музыкальный проигрыватель, ленточки, жерла с пламенем, блок с фейерверками и изменить узор. Дети не могут управлять водными средствами. На Сулане могут быть расположены каноэ и водный мотоцикл. Для общего пользования. Лыжи и сноуборды можно приобрести, но можно и взять на прокат. Учитывайте тот фактор, что прокатное снаряжение не всегда в хорошем качестве. И возможны отрицательные мудлеты. На горе Камареби предоставляется возможность прокатиться на санках, в одиночестве или с другом. Но это не все транспортные средства, которые есть в Sims 4. На той же горе есть канатная дорога, которая доставит на вершину. В Бридлтон Бэй на лодке можно отправиться на маяк, Глиммер Брук, Магический Портал, Мунвуд Милл, Подземные Туннели, Сиксим, Инопланетный Портал. На лошади можно кататься по району. Даже котики могут обуздать робот-пылесос и перемещаться по дому. Еще есть метла для магов, которая позволяет быстро передвигаться по участкам. Но если душа требует иметь автомобиль на участке, то можно воспользоваться модами или увеличить фигурки машин. В каждом городке Sims есть декоративные транспортные средства. Автомобили, трамвай, пароход, самолет, поезд, машины телевизионщиков, вертолет, катер, лимузин, трейлер, самолет с баннером, грузовые судна, фуникулер, школьный автобус и тук-тук. Еще в далеком 2000-м началась эра транспорта в Sims 1. Sims 2 продолжилась, в Sims 3 достигла вершины и стремительно опустилась в Sims 4. В Sims 1 симы занимали только пассажирские места. В двойке условное управление транспортом передали игроку. В тройке можно рассекать на суперкаре по городу. А в четверке любоваться как авто ездит по правилам дорожного движения. А что вы думаете насчет транспорта в мире Sims? Если вам понравилось это видео, дайте мне знать в комментариях. И я, возможно, вернусь чем-то новым. Спасибо за просмотр. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!